теперь друзья вас официально приветствую на нашей программе вебинаров центра сэфер и сегодня мы начинаем первый из двух разговоров о цифровой полиографии еврейских рукописей вместе с дарьей васитинской шапира выпускница восточного факультета петербургского университета и доктором вообще-то дарьей васитинской шапира которая свою диссертацию написала в университете блэн-гурион дарья дальше я с радостью передаю вам слово и все остальное думаю вы расскажете без меня значительно лучше большое спасибо да отлично еще раз прошу прощения за опоздание господа мои значит конечно это лекция я не знала что у нас будет какая будет аудитория некоторых людей я тут вижу с удовольствием знакомые лица я вижу некоторые высокопрофессиональные знакомые лица поэтому я должна сразу извиниться что видимо часть из-за того что будет это будет немножко скучно для тех кто уже так хорошо и глубоко знаком с этой темой на мы поговорим сначала на этой лекции про общие вещи на а потом мы когда поймем что вам более интересно то на второй лекции мы уже углубимся в то что вызывает у вас особенно интересно значит я занимаюсь дигитальной полиографии дигитальная полиография такая новая область науки которая является частью того что называется digital humanities дигитальные гуманитарные исследования разного рода попытки использовать появившиеся новые технологии на службе химанитис гуманитарных наук значит что такое диджитал понятно что такое полиография алиографос до исследования старых шрифтов старых способов письма она идет паре с другой наукой которая называется кодекология то есть исследование материала на котором пишутся эти всякие рукописи будь то папирус или там камень или какой-нибудь скребочек или конечно бумага или что-нибудь еще но очевидным образом в дигитальных исследованиях очень трудно нам использовать кодекологию то есть есть некоторые черты кодекологии которые мы пытаемся использовать но в основном речь идет о полиографических на вещах значит полиография секундочку я сейчас сделаю нам скриншир полиография она собственно признана призвана вот мы взяли какую-нибудь рукопись на она нам по какой-то причине интересно мы хотим ее прочитать мы хотим ее изучить иногда это очевидная задача взяли и прочитали на иногда например речь может идти о каких-нибудь рукописи вот например здесь у нас фотография лайлажской библии так называемой которая считается условно говоря 9 10 века библия хранящаяся в грузии что происходит когда вы сталкиваетесь с таким текстом который претендует на большую древность соответственно нам нужно специалиста полиографа призвать специалист полиограф посмотрит на рукопись он посмотрит на кодекологические данные материала на котором написана рукопись для этого нужен уже очень желательно чтобы он эту рукопись физически подержал в руках изучил исследовал мне тогда он уже скажет там согласен он с такой датировкой или он не согласен и где это было написано и так далее особенно это все становится важным когда у рукописи нет даты но если рукопись не датирована то нам нужен полиограф он по всяким вот этим вот кодекологическим полиографическим данным может рукопись датировать сказать откуда она какого происхождения вот насколько я понимаю малахи батарья недавно все-таки значит вынес свой вердикт что кажется эта библия действительно настолько старая насколько она это на это претендует но по-моему он не ездил ее смотреть физически глазами ну или наоборот может оказаться ситуация при которой вот например у нас какой-нибудь такой такая рукопись которая для неподготовленного читателя будет представлять огромные сложности это случается когда мы сталкиваемся с какими-нибудь старыми шрифтами которые давно вышли из употребления и соответственно мы просто не узнаем форму букв и мы не можем прочитать такой текст снова разумеется нам нужно участие специалиста значит полиографии в какой-то форме существовали видимо всегда любой владелец большой библиотеки или любой библиотекарь большой библиотеки он по определению полиограф потому что у него есть опыт либо с некоторыми видами шрифтов либо с большим количеством видов шрифтов он умеет их читать он примерно умеет датировать рукопись у него есть практический опыт который позволяет ему вводить некоторые теоретические заключения были всякие сапневековые исследования полиографические полиографии она развивалась примерно параллельно латинская полиография греческая полиография и ивритская полиографии и то же самое случилось и уже в 20 веке когда латинская полиография и ивритская полиография выстрелили примерно синхронно в начале семидесятых 50-е и 60-е, в основном в начале 70-х, начали быть сформулированы теоретические основы того, что мы сейчас называем полиографией еврейской и латинской. Есть, соответственно, вот эти основатели для еврейской полиографии. Это Малах и Байтарье в Израиле и его команда. Там есть несколько таких опытных очень полиографов. Коля Цират во Франции и некоторые другие. Норман Голлб покойный. Значит, эти люди, они провели совершенно титаническую работу, описали огромное количество рукописей. Я чуть позже скажу, где это все. Можно посмотреть то, что они описали. И сейчас мы можем опираться на это как на такую теоретическую базу. На какие виды делятся шрифты, какие они бывают, каких периодов они бывают, как отличить одно от другого. Значит, полиографов по определению очень мало. Еврейских полиографов совсем мало. Еврейская полиография не преподается уже много лет. Последний курс еврейской полиографии закрылся в 2006 году. Он был в университете Геватрам. Но отчаиваться не нужно. И если вы хотите учить еврейскую полиографию, то вот у нас есть Алик Гордин, который ведущий сейчас из более молодых, ведущий современный еврейский полиограф. И главный специалист в этой области. Он у нас заведует читальным залом рукописей в Еврейской национальной библиотеке в Иерусалиме. И он читает курсы по еврейской полиографии. По полиографии время от времени можно в его Фейсбуке увидеть объявления про такие курсы. Можно присоединиться. И это совершенно уникальная возможность. Потому что больше сейчас нигде это изучить нельзя. Может быть, есть что-то в Париже. Я не уверена. В Израиле больше этого учить нельзя. Значит, как я сказала, отцы-основатели проделали огромную работу. И эту огромную работу сейчас я... Секундуточку. И я сейчас нам открою. Если что-то, о чем я говорю, не видно у вас на экране, то сообщите мне об этом, пожалуйста. Сейчас должен быть мой браузер виден. Вот здесь у меня открыт сайт Сфордаты. Сфордата – это та самая вещь, которую сделал Малахи Байтарье и его коллеги. Сфордата – это полное полиографическое, кодекологическое описание всех датированных средневековых еврейских рукописей. То есть от самого начала до 1540 года. Такой базы данных ни у кого больше нет. Ни у латинистов, ни у греков, и уж, конечно, у арабистов тоже нет. Только у нас. Значит, Сфордата – это такая очень удобная опора для любого рода исследований в области коллеги. Теперь, почему нам нужна дигитальная полиография и о чем мы ведем речь. Понятно, что вот описанный процесс, да, приезжает полиограф, берет рукопись, рассматривает ее со всех сторон, считает листики, странички, все там изучает. Это очень медленно. Полиографов мало. Потом рукописей при этом довольно много. Тут сразу возникает вопрос, сколько рукописей, да. Сколько рукописей – это очень интересный вопрос. Тот же Малахи еврейских рукописей оценивает количество примерно в 100 тысяч. Значит, не очень понятно, насколько он включает в себя фрагменты, скажем, из рабонитской, караитской генизы. Но около 100 тысяч. Понятно, что survival rate у еврейских рукописей, он очень сильно ниже, чем у латинских и тем паче арабских. То есть сколько латинских рукописей – тоже не очень понятно. Но, скажем, вот сейчас я консультировалась с коллегами, и получается, что в Италии, только в Италии, сохранившихся средневековых латинских рукописей, что-то около 400 тысяч. Соответственно, еще больше сохранившихся арабских рукописей. Там что-то совершенно уже, там речь идет о десятках миллионов, по-видимому. То есть все эти огромные объемы, можно их продолжать обрабатывать руками. Как мы это всю жизнь делали, что такое издание, какой-нибудь рукописи. Вот моя коллега Мириам Гольдштейн из Иерусалимского университета. Она всю жизнь занимается сочинением «Толдот Ешу». И что это значит? Это значит, что она ездит в разные библиотеки. Она смотрит, где есть куски, где есть версии. Она издает там такое издание, сякое издание. Это все огромное количество времени, это все огромное количество труда. Притическое издание, рукописи – это хороший такой солидный докторат, как многие из нас знают. Встал вопрос, могут ли современные технологии, в какой мере они могут нам в этом помогать. Можно ли привлечь искусственный интеллект и так далее, чтобы он часть работы делал за исследователя. Соответственно, вопрос этот встал в тот момент, когда большие библиотеки, библиотеки с большими коллекциями рукописи, начали дигитализацию. Мы называем это громким словом «дигитализация». На практике речь идет о фотографировании. В хорошем качестве фотографируются рукописи. Дальше, что с ними происходит, это отдельный вопрос, что зависит от библиотеки. И они в той или иной мере становятся доступны для исследователя. Дальше, как мы можем эти рукописи? Допустим, можем ли мы там взять и найти все рукописи Рамбома во всех библиотеках мира? На данный момент нет, конечно, не можем. Но в общем, в обозримом будущем, в каком-то довольно обозримом будущем, по-видимому, с некоторой погрешностью сможем. Тут еще есть та проблема, что помимо самих рукописей и помимо степени доступности и открытости библиотеки, а тут бывает очень по-разному. Бывают библиотеки, такие как Французская национальная библиотека или там Оксфорд, которые очень открыты, которые просто выкладывают в открытом доступе с некоторыми маленькими ограничениями своей коллекции. Бывают библиотеки, с которыми нужно договариваться, например, с Ватиканом нужно специально договариваться, потому что у них по умолчанию стоит на руку психокслибрис просто. А есть библиотеки, и тут, конечно, как в общем, вы можете догадаться, библиотеки бывшего Советского Союза в первых рядах, есть библиотеки, с которыми очень трудно работать. И иногда это создает огромные проблемы. Например, национальная библиотека, например, публичная библиотека в Петербурге, как многие из вас знают, содержит в себе так называемые коллекции Ферковича. Что такое коллекция Ферковича? Это самая большая коллекция еврейских рукописей в мире, причем включая наиболее древние и наиболее ценные. Многие из наиболее древних и наиболее ценных. И вот эта библиотека до сих пор находится. То есть они в свое время значительную часть коллекций отмикрофильмировали. Эти черно-белые микрофильмы, выглядящие ужасно, находятся в Национальной библиотеке в Израиле. Но даже эти черно-белые микрофильмы, чтобы с ними работать, нужно посылать запрос в библиотеку в Петербург. Долго значит ждать ответа. И после этого будет разрешение на копирование определенного количества микрофильмов. А получить, например, дигитальную, качественную, современную копию какой-нибудь рукописи и трудно, и очень трудно коммуницировать, и страшно дорого. Есть библиотеки, которые вообще никакую дигитализацию не проходили и яростно отказываются от нее. Например, сейчас про это довольно нелепо говорить, но постоянный такой источник фрустрации была библиотека Вернадского в Киеве. Сейчас, конечно, надо молиться, чтобы сначала все закончилось, потом мы вернемся к этому вопросу по Вернадскому. Таким образом, большие библиотеки, в них более или менее доступные, отцифрованные рукописи, при этом во многих этих библиотеках устаревшие каталоги, во многих этих библиотеках каталоги XIX века или старше, и часть из них совершенно не reliable, часть из них просто вообще странно описаны. И дальше вот у нас некоторые группы исследователей, которые решают подойти к этому вопросу исследования рукописей с разных сторон. Какие, глобально говоря, способы подойти к изучению рукописи у нас могут быть? Мы можем рассматривать рукопись как текст, или мы можем рассматривать рукопись как картинку. Значительная часть проектов, которые существуют на сей день, как в латинских рукописях, как в еврейских рукописях и в еврейских рукописях, значительная часть подходит со стороны текста. Они пытаются решить проблему автоматического расшифровывания, то есть то, что называется handwritten text recognition и manuscript text recognition. Они стараются произвести такие алгоритмы, такие модели, которые будут за нас прочитывать текст. Во всех этих работах проблема там, что вначале они показывают очень хорошие результаты, потому что они работают с очевидными, очень понятными шрифтами, с очевидными хорошей сохранностью рукописями, вообще с вещами, с которыми работать легче. А вот потом, когда они доходят, скажем, до 90% точности, то вот сейчас в это уперлись все большие проекты по handwritten text recognition, связанные с рукописями. Они уперлись, они где-то все сидят на 90 плюс процентах, а 90 плюс процентов для расшифрованного текста – это недостаточно. Это значит несколько ошибок на строчку. Таким текстом пользоваться невозможно. Это одна проблема. Вторая проблема – это то, что эти модели, которыми они пользуются, они не автоматические. Это всякие полуавтоматические вещи, которые нужно тренировать вначале. То есть берется рукопись, вы сначала ее расшифровываете, вы сначала ее прочитываете, вы загружаете, скажем, несколько страниц прочтенного текста в модель, и дальше она вам читает все остальное, а потом вы начинаете за ней чистить вот эти самые 8% ошибок. Сейчас работают над тем, чтобы эту чистку сделать тоже полуавтоматической или полностью автоматической, как-то еще. Значит, что это значит на практике? Это значит на практике, что пользоваться этим, по крайней мере, для языков, которые справа налево, пользоваться этим сейчас почти невозможно. Это такая большая, очень красивая, интересная игрушка для группы-энтузиастов. Но нужно абсолютно четливо понимать, что в течение нескольких лет мы стоим в ситуации, когда через несколько лет будет прорыв. И эти модели, они станут удобными, они станут надежными, и ими можно будет пользоваться. Значит, второй способ подхода – это рассматривание текста как картинки. У него есть огромный плюс, потому что при таком подходе не нужно никого заранее тренировать. Вы берете сложный алгоритм, он учится на предложенных ему, допустим, кошечках или собачках, или рукописях. И дальше, в зависимости от модели, которую вы применяете, там может быть supervised, unsupervised. И дальше он вам анализирует эти картинки. И он, например, может вам сказать, какой вид шрифта у вас. Значит, или там он может пытаться датировать, он может пытаться определить регион, где написана рукопись. Минус этого подхода, и минус, в общем, ужасный – это то, что он требует очень высокого уровня компьютерных наук. А почти все известные мне, во всяком случае, проекты в дигитальной полиографии, они как раз страдают от недостатка. Недостатка компьютерщиков, которые бы с ними работали. Потому что денег это не приносит. Это совершенно академические вещи. То есть это значит, что это должна быть университетская лаборатория. При этом университетская лаборатория, которая сама по себе занимается какими-то такими похожими вещами, и которая интересна еще, помимо прочего, заняться рукописями. Такого мало. Поэтому где-то вот 10 лет назад случилась очень неприятная для нас всех, для дигитальных гуманитариев вещь, когда появились первые, самые первые, очень многообещающие такие проекты. И они не справились. Просто недостаточный уровень компьютерного оснащения не позволил им решить те задачи, которые они хотели решить. И многие люди, которые сначала были полны энтузиазма, из старшего поколения ученых, эти люди пришли к выводу, что это все не работает, это все не нужно, и мы больше вообще к этому отношению иметь не хотим. И сейчас приходится это отношение исправлять. Но опять же тут надо понять, почему это отношение нужно исправлять, потому что в отличие от тех же... Ну тут я думаю, что большая часть аудитории хорошо это понимает, что в отличие от точных наук или компьютерных наук, у нас в гуманитарных науках люди довольно поздно приходят к очень таким серьезным научным результатам. И люди, которые сидят в комиссиях, которые раздают гранты, люди, которые определяют, кто будет читать лекции, кто не будет читать лекции, все эти люди, это, как правило, люди уже возраста 50-60-70. И вот этих людей, родившихся до компьютерную эпоху, нужно как-то привлечь и убедить, что да, вот эти вот... эти всякие модели и сайты и так далее, которые призваны им помогать, что это действительно работает. На данный момент это не удается, я бы сказала. То есть есть некоторые энтузиасты, в общем, в основном это не удается. Но дело движется. Опять же, вот... То есть мы сейчас с вами говорим о науке, вот эта дигитальная полиография, она растет у нас на глазах. Она младенец, она еще в памперсах сейчас ходит. Сама она ходить ножками еще тоже не особо умеет, ее водят. Но ребеночек растет очень быстро. И я думаю, что революционного размера результаты будут в течение лет десяти, наверное. Я предполагаю, что нас ждет всерьез революция в гуманитарных студиях, потому что вдруг откроется удобный и хороший доступ к совершенно нечеловеческим объемам рукописей, которые при этом можно будет, скажем, частично обработать уже автоматически. И это откорректируют многие предыдущие исследования, это откроет возможность для множества исследований, которые сейчас совершенно на невозможности представить. Вот. Это такое введение. Теперь я бы хотела во второй части вам показать основные такие большие проекты, которые существуют в этой области, и показать, как примерно мы работаем, что мы делаем, когда мы хотим работать с рукописью, как работает дигитальный полиограф. Тут нужна еще одна неприятная вещь. Состоит в том, что скорость процессов в дигитальной полиографии это такая же скорость. Она не как в гуманитарных науках, она как в компьютерных науках. Статьи выходят мгновенно. Research происходит очень быстро. Результаты меняются совершенно радикально каждые полгода. Сайты, как правило, отстают. То есть то, что мы видим на сайтах, как правило, отстает так хорошо от того, что есть на самом деле. И то, что есть на самом деле, можно видеть либо в статьях. С этим тоже есть отдельная проблема, потому что понятно, что не вполне понятно, где это все публиковать, в зависимости от того, насколько компьютерно нагружена эта работа. То она иногда идет в компьютерные журналы, которые, соответственно, не читают люди, которые читают только журналы по digital humanities или гуманитарные и так далее. Значит, конференции всякие, вот они помогают немножко понимать, где мы находимся. Но во всяком случае, значит, сфордата, сфордата она чрезвычайно полезная и подробная. Я прошу прощения у тех, кто ее хорошо знает. Значит, здесь можно искать описанные Малахи и его командой, рукописи по практически любым параметрам. Можно там найти их по дате, можно найти их по региону написания, можно найти их по письму. Ну вот, допустим, я заранее нам приготовила такую простую задачу. Мы найдем рукописи по 1299 год. Мы хотим найти. И вот мы нашли, да, мы нашли рукописи. И сразу берем первую же из них. Рукопись из Национальной библиотеки Франции. Как я уже сказала, Национальная библиотека Франции очень хорошая. Она позволяет скачивать свои рукописи. Мы ее очень любим, и там большая коллекция. Но там устаревший, ужасный средневековый каталог. Значит, открываем и смотрим, что нам дает Сфордата. Вот здесь вот у нас... У меня тут окошечко Зума закрывает. У вас, я думаю, все видно, да? Не закрывают у вас. Вот у нас общее описание. Вот здесь вот оно всякие катекологическое подробное описание рукописи. Все, что мы хотим про нее узнать. Сколько в ней строчек и так далее, и так далее. Здесь есть фотографии рукописей. Фотографии старенькие и плохого разрешения. Но, во всяком случае, они здесь есть. И для многих рукописей это единственный способ на них вообще посмотреть глазами. Потому что тут есть рукописи из частных коллекций и прочее. И что здесь еще есть ценного? Здесь есть ссылочка вот здесь вот на проект КТИВ. Да? Значит... Сейчас я на секундочку остановлюсь здесь. И сделаем share screen PowerPoint. Вот тут вот у нас... Вот я сделала списочек. Это основные проекты, которые существуют по дигитальной полиографии. Европейские и израильские. Значит, вот КТИВ здесь на почетном месте. КТИВ Национальной библиотеки Израиля. Этот проект призван, в общем, соединить Национальную библиотеку Израиля дигитально со всеми большими и вообще со всеми коллекциями еврейских рукописей, а также и предложить дигитальный доступ ко всем еврейским рукописям средневековым, до которых можно дотянуться. Проект совершенно колоссальный и страшно полезный. Он сейчас находится в таком состоянии, что туда добавляются некоторые библиотеки. В некоторых случаях в КТИВе можно видеть рукописи, но нельзя скачать и нужно идти в оригинальную библиотеку. Иногда можно скачать прямо из КТИВа, иногда можно только пойти и сделать запрос в оригинальной библиотеке. Но, в принципе, это очень большая работа. Это, собственно говоря, похоже на проект Europeana, европейский, гигантский совершенно проект, который включает также... Они пытаются соединить все библиотеки, где содержатся латинские рукописи средневековые. И тогда, соответственно, вот здесь мы видим... Вы видите сейчас хром или нет? Не видите хром? Нет, не видим. То есть нужно просто каждый раз пучку. Хорошо. Сейчас мы его... Опа! Вот хром. Значит, вот здесь вот в Сфордате есть ссылочка на КТИВ. И мы с вами открываем КТИВ. КТИВ работает не всегда очень хорошо. Иногда он работает нормально, иногда он... Ну вот, например, сейчас может загрузиться картиночка, а может не загрузиться. Как нам повезет. Ну, мы не будем долго ждать. Допустим, она... Это все время меняется. То есть это страшно важный, удачный, хороший проект, который просто идет очень медленным темпом, потому что национальная библиотека – это большая бюрократическая структура, проворачивается она медленно, и там страшные проблемы с копирайтом. Каждое присоединение к каждой библиотеке – это огромная работа по поводу копирайта. Ну вот оно у нас здесь не открывается, тогда мы говорим, ну хорошо. КТИВ. КТИВ, вот он. А, он вообще у меня. Он вообще завис. Но в всем случае в КТИВе можно просто поиском искать всякие... Окей, допустим, в КТИВе у нас не открылось, но у нас зато в Сфордате есть чрезвычайно полезная информация. Мы знаем, как эта рукопись называется в оригинальном каталоге оригинальной библиотеки. В данном случае, да, Франс, Библиотеке Национальной до Франс, выброе семь. И тогда мы с вами, мы закроем Сфордату, чтобы не перегружать, мы закроем КТИВ, чтобы не перегружать, и мы пойдем вот на эту полезнейшую страничку. Это страница, с которой нужно искать рукопись в Библиотеке Национальной до Франции. Значит, во всех библиотеках абсолютно нужно знать трюки. В каждой библиотеке трюки свои. Например, чтобы удобно найти рукопись в Национальной библиотеке Франции, нужно вот так вот ее искать. Она должна быть обязательно в кавычечках и с аксоном. И тогда она быстро найдется. Иначе он выкинет 140 результатов. И вот мы ее открываем. Мы выбираем здесь, где у нас? Манускрипт. И вот она наша хорошая. Вот ее полное описание. И если нажать на саму картинку, то она откроется. Откроется полностью рукопись в великолепном разрешении. Можно, да, любые странички, можно скачивать в разных... Можно скачивать. Вот видите, какое прекрасное разрешение. Нам же для алгоритмов наших, для дигитальных штудий, нужно приличное разрешение. Нам не обязательно цвет, но нам нужно хорошее разрешение. И вот отсюда, соответственно, рукопись, например, скачивается. Ну и то же самое происходит там, скажем, с Оксфордом. Вот это основная страница актива, собственно говоря. Вот мы можем видеть, сколько тут уже дигитальных манускриптов у них. Больше миллиона. Значит, это у нас в Израиле. А вот сайт похожего назначения, европейский, но вы видите, funded by the European Union. И тут у них всякое-всякое. Europeano он называется. Вот Europeano этот сайт. И вот мы идем в manuscripts. И что мы там обнаруживаем? Тут он позволяет поиск, причем с множеством данных по разным библиотекам на разных языках. Латинские манускрипты. Значит, это не идеальный сайт. Почему он не идеальный сайт? Потому что он пока только ищет в библиотеках, да и то не во всех. И скачивать позволяет там написано. Там можно даже искать по уровню доступа конкретной библиотеки. Вы можете искать те библиотеки, которые позволяют скачивать свободно, которые там требуют написать им письмо и прочее. Здесь нет внутри встроенных всяких анализаторов текстов на этом сайте. Но понятно, что у них огромный совершенно фандинг. Они получают большие деньги от этих больших европейских фондов. И понятно, что этот сайт, он будет развиваться стремительно. И для целей, скажем, латинской палеографии он совершенно прекрасен. С другой стороны, может, это мы смотрим на такой сайт, а с другой стороны... Вот другой пример. Digital Resource and Database of Poliography. На самом деле он выглядит больше, чем он есть. Он очень красивый. На самом деле манускриптов и так далее, посмотрите, в нем совсем мало. Речь идет о тысяче manuscript images. Но зато в него уже встроены некоторые базовые штучки, которые позволяют анализировать текст. Это из области как раз handwritten character recognition. он позволяет искать, разбивать на строчки. Есть такая программа. Кстати сказать, если написать хозяевам программу, то можно получить бесплатную лицензию. Называется Alifia. Вот эта программа, в ней вручную можно все это делать. Можно строчки выделять, слова выделять, буковки выделять. Это ужасно полезно, если нам нужно, скажем, какое-то вот очень подробное издание текста сделать. Вот здесь есть некоторые модели, которые позволяют его делать автоматически. Разумеется, этот сайт работает только с слева на право языками. Он не работает справа на лево. Вот. Значит, то есть вы видите, что либо сайты большие, но еще не доразвитые, либо сайты более узконаправленные, но маленькие. И это у латинистов. У латинистов денег и возможностей больше, чем у нас. Но зато у нас есть сфордат. Вот. Значит, что касается их израильских коллег, то вот есть, например, старый, упс, ну, старый добрый Фридберг Генеза Прочект, да, он давно уже существует, он большой. Им как раз-таки, да, пользуются довольно много крупных ученых, которых я просто знаю лично, но, к сожалению, вот именно в этом мне что-то пишут в чате, я не вижу, Ладно. Ладно. Именно вот на этом сайте были сделаны первые неудавшиеся попытки запустить модели, которые, скажем, определяли бы датировку рукописей. И, скажем, тот же самый Малахи Бетарье после того, как эта попытка на этом сайте дала совершенно неудовлетворительные результаты, он сказал, что нет-нет, и, в общем, не получится, оставьте, мы будем все делать вручную. Соответственно, здесь у нас Каирская гениза, разумеется, речь идет о генизе Рабанитской, а не Караимской. Караимская гениза, как мы уже говорили, в Петербурге и плохо доступна. Да, здесь это замечательный совершенно источник по еврейско-арабским. Что он, этот сайт умеет делать в смысле дигитальной полиографии, они совершенно честно пишут, вот где-то они это пишут, сейчас посмотрим, где-то они тут честно пишут, что этот сайт, он позволяет хорошо анализировать транскрипцию текста. То есть, если вы эту транскрипцию засунете, значит, расшифруете рукопись и туда ее засунете, а там, смотрите, уже 109 тысяч транскрипшнс, то дальше по этим транскрипшнс можно делать анализ, можно их сравнивать, можно ими пользоваться. Сайт требует регистрации, но дальше он совершенно открытый. Это замечательная вещь, но мне кажется, что это просто недостаточно хорошо в том смысле, что пока мы работаем с рукописями, которые читатель может читать, все хорошо. Пока мы работаем с шкенатским квадратным шрифтом, все в порядке. Если мы пойдем в восточный квадратный шрифт, будет уже намного труднее, а если мы пойдем в сифардский полукурсив, то будет совсем плохо, потому что там очень много вариаций, и соответственно модель, которая натренирована на одну вариацию, будет давать огромные погрешности, если в нее запихнут рукопись, которая написана другой вариацией того же почерка. Я вижу недостаток глобального такого решения самых больших глобальных проблем. Полностью автоматическое определение шрифтов, полностью автоматические датировки, после этого уже углубляться в конкретные тексты. Но в всем случае, вот это то, что есть. Значит, если, например, занимаетесь еврейско-арабским, то этот сайт чрезвычайно нам полезен. Значит, секундочку, меня просто там заслоняет. Эти окна заслоняют, я не могу работать с... У меня почему-то не открывается чат. А вот. Как называется программа для базового анализа в DigiPel, DigiPel, а не Digital. Сейчас я еще раз открою. Вот, еще раз я открываю список. Секундочку. Сейчас скрою. Вот еще раз открываю список основных проектов. DigiPel называется. Как именно называется модель, которые они... Модели, которые мне там пользуются, я не знаю. Я не латинский полиограф, я еврейский полиограф. Я сейчас буду заниматься латинской полиографией, с Божьей помощью, но пока я еще ее только чуть-чуть трогаю. DigiPel. Значит, в Фридберг, Гениза. Вот. И дальше мы приходим, у нас есть такой большой слон в еврейской полиографии, есть большой слон, он называется Escriptorium. Вот он. К сожалению, у самого Escriptorium абсолютно слепой сайт. То есть он очень красивый, вот его сделали, под него дали деньги, его сделали, он очень красивый и много чего обещает. В частности, он обещает, что будет вот такая штука, которая называется Escriptorium. И эта штука позволит by means of deep learning to analyze значит манускрипты. Но при попытке ее скачать, вот мы идем в Downloads, пишут очень интересно. The intention is that you will be able to download. То есть на самом сайте, я не знаю, когда его последний раз обновляли. Значит, доклад про последние достижения Escriptorium такой доклад я слушала сейчас летом на World Congress of Jewish Studies. Они занимаются вот эти полуавтоматическими транскрипциями рукописей. У них есть база в Германии, база во Франции и база в Израиле. Есть, помимо вот этого основного сайта, есть вот такой вот сайт. Это и самые скрипты. Но если вы на него посмотрите, то вы увидите, о чем я говорю, что эти сейчас диземополеографии это удел энтузиастов и любителей, а широкая публика этим совершенно не занимается, потому что этим пользоваться невозможно. Вот я приглашу своего дорогого научного руководителя, профессора Даниэла Ласкера, и скажу, дорогой Даниэл Ласкер, вот такой хороший сайт. Не хочешь ли ты им воспользоваться? Нет, спасибо, скажу Даниэл Ласкер, потому что здесь ничего не понятно. Это сайты, сделанные для людей, которые могут писать код, для людей, которые глубоко в этой теме. Значит, реальные достижения эскрипториума на данный момент у него были предки, эскрипториум не сам собой существует, у него был главный предок его Кракен, это такая программа, Транскрибус и Кракен, это программы как раз по транслитерации текстов. И можно заплатить деньги эскрипториуму, и тогда можно получить доступ вот к этим полным версиям их моделей, и их модели, да, работают слева направо, и это как раз их модели, сейчас они снизили количество требуемых строчек в начале, перед тем, как модели расшифровывают рукопись, до 60 строчек, это все равно чудовищно много, 60 строчек, чудовищно, но вот если вы эти 60 строчек ей дадите, то она с точностью 94% вам выдаст транслитерацию. Когда это все будет, это нужно доделывать, да, оно находится в том состоянии, когда работать в принципе, если в энтузиаст можно, но на практике в общем оно не допилено. Вот сколько времени у них уйдет это допилить, я не знаю, я честно сказать думаю, что времени допилить у них идет много, потому что эти самые последние проценты это самое трудное, что есть. Плюс к тому, я не видела, чтобы они занимались каким бы то ни было неочевидными или непонятными для сегодняшнего читателя шрифтами. Но во всяком случае, вот в еврейской дигитальной полиографии это самый большой существующий проект. Вот. Значит. Алисия, меня спрашивают, что за программа, да, Алисия, Алисия, которая позволяет отмечать. Она очень тяжелая, это ужас, она жутко тяжелая, она работает только под Windows. Кошмар какой. Она вешает почти любой компьютер. Значит. Last but not least, да, кто занимается полностью автоматическими программами, полностью автоматическими программами занимается ваш покорный наслуга. Но поскольку сапожник, он обычно совсем без сапог, то я сейчас вообще без сапог. То есть я не могу вам показать даже самого простенького сайта, который позволяет определить. Мы занимались сейчас, значит, два с половиной года у нас ушло. наша лаборатория находится в университете Бен-Гурион. А я сейчас работаю в открытом университете. И наша лаборатория два с половиной года занималась тем, чтобы построить алгоритм, который будет определять все виды и подвиды еврейских шрифтов средневековых. Олег нам оказал большую помощь в этом процессе. И, в общем, после двух с половиной лет результат у нас достигнут. У нас есть сейчас модель, которая определяет с точностью где-то 85%. Но вот эти оставшиеся проценты, это, как правило, ошибки очень такие. Она может путать между итальянским и ашкеназским полукурсивом. То есть это не какие-то глобальные ошибки, а такое. Мелкие ошибки. Значит, у нас был сайт, на который можно было загрузить страничку и получить результат. Но поскольку сайт этот делали мастеранты, мастеранты закончили свою тезу, и сайт больше не поддерживается. И сейчас должны привезти других мастерантов, которые его починят. Значит, сейчас в этом году мы занимаемся автоматической датировкой рукописей. Как физически это происходит, я беру рукописи из Фордаты, потому что мы знаем, что ими занимались самые авторитетные полеографы, мне не нужно обращаться только к моему собственному опыту, а я могу стоять на плечах гигантов. Я беру рукописи, составляю из них по определенным критериям, которые занимают кучу времени. Определить эти критерии, потому что подобные проекты, они же строятся совершенно с нуля. Нет опыта работы совместного, чистых компьютерщиков и чистых гуманитариев. Это огромная редкость. Рабочие схемы разные, привычки к публикации разные, способы работы разные. И главное, что, поскольку никто этим толком не занимался, значит, автоматически, сейчас, вот то, что automatic deep learning, этим занимаются довольно много китайцы. Туда я совсем не лазаю. Этим занимаются латинисты. Были уже очень хорошие результаты в 2016-2017 году были соревнования по автоматическому определению видов шрифтов в латинском языке. В общем, все мы находимся где-то на уровне 85-86% точности. И в этом году с Божьей помощью мы будем добавлять датировку, автоматическую датировку. Я думаю, что в целом, вот, когда дозреет наш проект, дозреет эскрипториум, мы все как мышь едим головку сыра с разных сторон. Я думаю, что для того, чтобы съесть головку быстрее, то нужно, значит, объединять, скажем, еврейскую и латинскую полиографию, потому что у нас есть колоссальная проблема с количеством высококачественных дигитализированных руписей, которые можно спокойно скачать. И когда приходится алгоритм подгонять так, чтобы он мог работать с 90-х годов микрофильмами, это, в общем, довольно печальная картина. И дальше, соответственно, конечно, нужно двигаться в сторону арабской полиографии, потому что арабская полиография дигитальная не существует, а не дигитальная существует. Там есть один теоретик. В общем, все эти вещи нужно объединять, и тогда у нас получится в результате, я думаю, такой вот глобальный подход дигитальной полиографии с разных сторон, автоматические программы будут поддерживать полуавтоматически, и тогда как раз будет вот тот самый блестящий результат, на который я надеюсь в обозревом будущем. Я на сегодня закончила, сейчас я посмотрю, что за вопросы. и если есть еще вопрос, то задавайте, пожалуйста. Дарья, спасибо большое. Друзья, мы традиционно можем сами себе включать микрофон, было бы здорово еще поднимать руку, чтобы я видела, что у вас есть вопрос, и мы не путались, но тем не менее можно включать себе микрофон и сами задавать вопросы. А в чате, мне кажется, мы ничего не пропустили, вы успели задать вопрос. Вот Катя Белкина спрашивает, как называется ваш проект? Слушайте, он, вот этот сайтик, который свалился, он как-то назывался eScript, что ли? Но он, он уже свалился год назад. Там, понимаете, у компьютерщиков как работа происходит. Там, в отличие от нас, если человек уже на вторую степень учится, то он уже крутой ученый. Если он в докторе, в докторанте учится, то это суперкрутой ученый. Он может уже всякие совершенно магические вещи делать. Берется такой докторант. Докторант в компьютерных науках пишет обычно собрание публикаций, потому что у них публикации выходят быстро. Ему нужны публикации. Ему хочется писать на каком-то интересном материале. Тут к нему приходят, говорят, смотри, материал вообще с ним никто не работал и будет с гарантией много публикаций быстро. Этот докторант соглашается, работает, делает все эти сложнейшие штуки. Там это очень большие, тяжелые алгоритмы, которые там нужно много-много машинной памяти. И даже при том, что есть в общем машинная память университета, все равно приходится резать эти рукописи, надо же назвать пэтчис, на кусочки, потому что с полными страницами он не может работать слишком много места. И вот этот докторант работает, получает результаты до какого-то уровня, но потом он набирает нужное количество страниц, уходит, статьи уходят, приходит другой. А с мастерантами, которые делают более простые работы, там еще хуже, они меняются еще быстрее. Ну ладно. Так что, ну, я думаю, что этот вот сайтик, я их давно прошу уже, чтобы они его подняли обратно, сделали, но я думаю, что скоро будет. Они просто сейчас увлеклись, они же, это же ученые, они увлекаются. Они сейчас увлеклись unsupervised learning. Unsupervised learning состоит в том, чтобы алгоритм вначале не базу данных смотрел, а кошечек с собачками. И потом, после кошечек с собачками, ему показывают, значит, часть этой базы. База разделена у нас на тест, train и blind test. Ему показывают тест, он это учит. Это просто стругацкие. У него внутридуматель, он им анализирует. Он учит, потом он тестируется на уже виденных им рукописях на других страницах из этих рукописей. И потом ему суется blind test. Blind test – это как бы имитация, когда вы открыли сайт и на него положили страничку какой-то рукописи, которую он еще не видел. И тогда мы смотрим, какой у него вот real life scenario, сколько у него получается результат. В общем, is scripts, is scribes, как там называется. Это неважно. Красивое название можно, если понадобится, придумать. спасибо. Друзья, еще есть вопросы? Чат у нас вроде бы тоже уже исчерпан. Если я вдруг что-то пропустила, пожалуйста, укажите мне на это. А если нет, вопросов больше нет, то мне остается анонсировать нашу следующую встречу, которая состоится в следующее воскресенье в 13.00 по Москве вместе с Дарьей. Я надеюсь, что мы начнем вовремя. А, вот тут вопрос интересный был. Возможность настройки автоматического обучения, трудно читаемый текст. Ага, мы это пропустили. Я почему-то сказала, что вы ответили на этот вопрос. Вы понимаете? Вот нет, нет, вот тут вот. Вопрос от Александра. И что такое, есть ли открытые программные проекты, в каком смысле? Если у вас есть вопрос, возможность включить в себе микрофон и уточнить голосом, то, пожалуйста. Я ни в коем не понимаю. У нас есть новость. Самим скачать, самим развивать. В смысле, вы хотите просто подключиться к какому-то проекту и самостоятельно... А, ну это, наверное, так, как сейчас Transcribus работает, да? Нет, Transcribus работает. Да, конечно, нет, разумеется, можно. Там идея всегда в том, что придут энтузиасты, девелоперы и что-то туда еще добавят. Конечно, в Escriptorium будут очень рады, если вы натренируете какую-нибудь модель. Они все open source, все абсолютно эти вещи, они... Это работает на всяких европейских, израильских грантах, они все open source, но модели, конечно, использование моделей, вот тот же Escriptorium просит за это деньги. А, например, там наши все эти работы, они все опубликованы, база данных опубликована, это все полностью open source. Это изначальные условия всех подобных вещей. Значит, если вы хотите взять какую-нибудь другую псину, тренировать модель, которая будет ее читать и отдать это Escriptorium, они будут вам очень благодарны, у них есть такие, да, люди, которые этим занимаются. Вот, значит, существует ли возможность трудно читаемый текст, начинать сопоставлять текст? Вот вы понимаете, для того, чтобы программа начала этот трудно читаемый текст сопоставлять, нужно, чтобы она этот текст разобрала. Это и есть Handwritten Character Recognition. Программы, которые сопоставляют прочитанные, распознанные тексты, есть блестящие. Есть, например, программа Dicta, сейчас я ее, которая, там просто блестящие результаты. Это программа, которая занимается классическими еврейскими текстами, и там вообще вы можете на телефоне открыть там страницу, страницу, я не знаю, не там, Медраша или что-то еще и сразу сходу получить все ссылки, цитаты и сравнения текста. Потрясающий результат. А с рукописями у нас этого нет, потому что у нас нет надежно работающего Handwritten Text Recognition. Он просто не существует. Он существует, вот то, что вот в телефоне, вот, да, вы когда пишете, и это расшифровывается, но телефон может прочесть один вид почерка. Мы здесь сейчас же все пишем стандарта, стандартно, ну, с некоторыми вариациями, но мы пишем стандартно, и эти программы совершенно никто их не разрабатывал на 13 века или 10 века рукописи, а чтобы разработать их на 10 века рукописи, нужны деньги. Откуда эти деньги? Только университетские академические гранты. Поэтому все это действует, все это, ну, наша область, она отстает от общего технического прогресса просто в силу, в силу своей сложности и в силу того, чтобы, ну, на этом нельзя заработать. Поэтому, поэтому в это и вкладывается меньше. У меня к вам вот какой вопрос. Если мы хотим вторую лекцию, то в какую сторону мы хотим углубиться? Потому что сейчас была такая обзорная, а про что мы хотим поговорить подробно. Вы хотите, чтобы я вам показала подробно, например, наш проект, как это все устроено, как оно работает, да? Я смогу показать только, конечно, небольшую часть, потому что у нас даже, когда мы на конференциях выступаем, то мы выступаем я и кто-то из команды, потому что я, естественно, ничего про компьютерные науки умного сказать не смогу. Но я могу показать, как это устроено, если это интересно. Пожалуйста, меня слышно сейчас? Да, да. Да, я хотел вот спросить, можно ли хотя бы часть лекции подсветить, собственно, работе самих алгоритмов, то есть, как они устроены, вот эти вот алгоритмы? Я никак не могу вам в этом помочь. Вам нужно... Я гуманитарий, я закончил у меня докторат по еврейской мысли. Я, конечно, научилась некоторым словам и научилась объяснять моим компьютерным коллегам, что мне от них нужно, и понимать, что они говорят. И так просто. Было ужасно смешно. Начальник лаборатории, ему говорят, что вот можно задействовать для проекта такого-то, студента, он спрашивает, does he know to run the Docker? Я представляю себе, как он берет хлыст и этого бедного докера начинает погонять, а тут бежит, бежит to run the Docker. Потом оказалось, что to run the Docker это виртуальная, значит, это виртуальная машина, которую они надстраивают. То есть, я научилась этим всем словам, но, конечно, объяснить вам, как работают алгоритмы я не смогу. Я могу вас, ну, направить к моим коллегам, но это очень сложные компьютерные вещи всякие. Я могу вам рассказать то, что, нет, я могу вам рассказать то, что я делаю со своей стороны, как я это все подготавливаю, как мы это все, а как работает этот вот там 120 эпох тренировки этот самый, конечно, совершенно вне моих возможностей. Спасибо, Дарья. По-моему, было очень здорово, особенно для тех, кто вот впервые знакомится с темой, ну, и вообще, я думаю, что не только для них. Друзья, если не назрели еще вопросы, да, и нет еще пожеланий по поводу того, о чем вы бы хотели поговорить на следующем, на следующей встрече, на следующем вебинаре, то тогда позвольте мне, да, завершить нашу сегодняшнюю встречу, сердечно поблагодарить Дарью за замечательную лекцию и сказать вам всем до встречи в следующее воскресенье. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо.